Я думаю, что уже количество участников у нас приближается к максимально возможному. И время уже 12 часов, так что я думаю, я чисто организационно сейчас начну. Буквально пару слов по поводу сегодняшнего мероприятия. Дело в том, что сотрудничество РУБМ и компанией «Зевира» уже несколько лет. В рамках взаимодействия у нас ежегодно разрабатывается большая партнерская программа взаимодействия. И присутствующие очень хорошо знают историю наших совместных действий и с участием лично Галины Петровны и Кшонок в том числе в части развития журналов. Дело в том, что представитель «Зевира» непосредственно участвует, занимается экспертизой наших журналов в рамках фунта. На поддержку проводилась оценка журналов. Подготавливали стекловые карты для того, чтобы редколлегам было подправлять программы развития. Уважаемые коллеги, прошу, включайте микрофоны, пожалуйста, при подключении сессии. Также в рамках международной конференции по развитию научных журналов была выездная сессия. Приезжали к нам с вами навстречу представители команды «Скопус», члены экспертного совета «Скопус». На базе оценки одного из журналов именно сели, вот «Агрономия», как вы помните, мы с участием… Ольга Евгеньевна, вы пропали. У вас микрофон выключился. Ольга Евгеньевна. Извините, ради бога, что-то случается в атмосфере. И последний конкурс также на поддержку журнала в 2020 году тоже при непосредственном участии представительства «Эльзивир» и команды «Скопус» проходил. И был большой семинар не только для победителя конкурса журнала серии «Психология и педагогика», но и для всех желающих. Вот на этом я свое вступление закончу. Сегодняшнее мероприятие во многом проводится благодаря участию и включению в этот процесс Юлии Николаевны Эбзеевой и журнала Russian Journal of Linguistics. Цель сегодняшнего мероприятия как раз обсудить основные параметры взаимодействия журналов РУДН с представительством «Эльзивир» и получить от наших коллег рекомендации по развитию и продвижению их. Причем рекомендации как общего характера, адресованные всем, так и по индивидуальным программам развития. Ну вот, прошу любить и жаловать, хорошо вам известна Галина Петровна Икшонок. Пожалуйста. У вас выключен микрофон, прошу прощения. Галина Петровна. А теперь слышно? Хорошо? Да, да, спасибо. Все, огромное вам спасибо за то, что предупредили. Да. Добрый день еще раз, коллеги. Спасибо большое за представление, Ольга Евгеньевна, за такую вводную часть. На самом деле, идея проведения даже, я бы сказала, не просто этой конференции, а проведения систематических консультаций для журналов, она возникла, во-первых, она уже в какой-то степени была реализована, но в разных совершенно формах. Это были и действительно семинары, это были индивидуальные консультации, онлайн какие-то семинары по отдельным направлениям журналов. Но после встречи вот с Юлией Николаевной и Олегом Александровичем, не так давно, все-таки пришли к идее, видимо, как-то все это разнообразие наших встреч и мероприятий, как-то уже, знаете, хочется причесать. И довести до толку, чтобы это было не какие-то единичные встречи или разрозненные, а действительно такой хороший планомерный подход, по результатам которого главное, чтобы вы видели результат. И с вашего позволения, я бы хотела, вот несмотря на то, что презентация называется «Стратегическое планирование развития журнала», и возможно, вы предварительно получили такую программу, единственный докладчик сегодня я, но это только потому, что сегодня такая установочная сессия. Я сегодня не буду очень много там или растекаться, говорить о скопусе, но тем не менее, какие-то, наверное, базовые вещи я должна напомнить или сфокусировать ваше внимание. Во-первых, основная миссия скопус – это отражать мировую науку и действительно помогать ученым и даже управленцам науки с уверенностью принимать эффективные решения. То есть, если мы говорим об ученых, то это находя какие-то публикации, понимать, что журналы рецензируемы, опять-таки, журнал заявлен как научный журнал. Другой вопрос – насколько, скажем так, качественно выполнены научные исследования. При этом скопус действительно стремится к репрезентативному охвату как всех регионов, то есть мы говорим о широкой географии, так и дисциплин, так и разных уровней научных исследований. То есть, у нас нет вот этих очень строгих рамок, что журнал должен быть только-только-только международный. Да, он может быть с каким-то локальным уклоном, но эта научная тематика должна быть интересной международному сообществу и хоть как-то вписываться в весь научный ряд, в тот научный ландшафт, который на сегодняшний день существует. Вполне возможно, журнал может быть не идеален с точки зрения организации процесса рецензирования, но процесс рецензирования обязательно должен присутствовать в журнале. То есть, это может быть не очень, скажем так, топовый или на практике применение не такие advanced критерии или какие-то разработки по тому, как журнал взаимодействует в случае там выявленного пагиата или еще что-то. Но мы должны видеть, что журнал понимает и этику научных публикаций, применяет ее. И опять-таки, то же самое касается уровня научных исследований. Вполне возможно, это журнал еще растущий, который еще, скажем так, сфокусирован на какой-то тематике. И научная публикация организована не так высококлассно, как в топовых журналах, но это тот рупор, через который ученые могут рассказать, высказаться и внести свой вклад, как я уже говорила, в большой научный ландшафт. Поэтому мы говорим о широком представлении и географии, и дисциплин, и разных уровней. Кроме того, скопус – это библиографическая база данных. Скопус – это не система оценки науки. При этом мы понимаем, что данными скопус пользуются для оценки науки. Но это отдельная тема, и мы с вами даже сегодня не будем ее касаться. И чуть ниже вы видите мой любимый диаграмму, когда многие говорят, что у нас, что скопус предпочитает принимать журналы из развитых, точнее, из развивающихся стран, из стран Восточной Европы. Ну вот эта статистика совершенно противоречит таким заявлениям, поскольку, вы видите, это топ-20 стран, которые подают свои журналы в скопус. И если мы говорим про развивающиеся страны, к которым относятся, например, Индия, Бразилия, Иран, Румыния и Восточная Европа, то вы видите, зеленым отмечено количество принятых журналов. И вот этим оранжевым цветом, не знаю, как у кого отражается, то есть более красным цветом, это количество отклоненных журналов. И, конечно, о какой-то привилегии в сторону развивающихся стран или Восточной Европы, конечно же, нет. Мы видим, что самый большой процент принятия журналов, это журналы из США, из Великобритании, из Испании, из Германии, из Швейцарии, ну и из Нидерландов. Даже Россия как бы вот в среднем около, держится там 28-30 процентов, только это общий процент принятия журналов. Скопус растет, и помимо журнала, вы знаете, мы индексируем и книги, даже вот здесь особо останавливаться не буду. Но, как говорится, что входит в зону ответственности Скопус? Конечно же, это отбор новых источников на основе, опять-таки, оценки их контента, показателей, информации о журналах. И помните, постоянный мониторинг текущего контента, который индексируется, выявление хищнических журналов и максимально быстрое решение о прекращении таких изданий. И в том числе выявление журналов очень низкого качества. При этом очень низкое качество – это то качество, когда действительно, скажем так, ну вот совсем, то есть не просто слабый контент научный, а совсем низкокачественный контент, который в том числе и в наукометрических показателях отражается. То есть никем не цитируется особо, высокое самоцитирование журнала, некая локализация. То есть, по сути дела, наукометрические показатели могут подтвердить, что этот контент интересен только маленькой группе, маленькой группе ученых. Ограничены, я бы сказала. Что не входит в зону ответственности журнала, а то, что постоянно остается сред коллегии журнала. Это решение, редакция в качестве отдельных научных статей и, собственно говоря, решение публиковать, принимать эти работы или нет. Непосредственно сам научный контент и подготовка аннотации к индексируемых изданий. Опять-таки, это остается в зоне ответственности журнала и, собственно говоря, через вот это качество журнал в дальнейшем может или выиграть, или проиграть. Чем менее интересная, менее понятная, слабая аннотация будет у журнала, тем меньше шансов, что этот журнал, эти статьи заметят, захотят вообще прочитать и, соответственно, проиндексировать. Конечно, есть исключения из правил. Иногда, например, в той же математике достаточно писать там решение формулы в одну строчку и это будет бомба, которая там, не знаю, привлечет внимание всех математиков. Плагиат и отдельные нарушения на уровне статей. Опять-таки, это в зоне ответственности редколлегии, собственно говоря, поэтому большим блоком при оценке журналов оценивается этика, куда входят в том числе и эти моменты, связанные с тем, как журнал себя ведет в случае плагиата, в случае нарушений этики и что он, скажем так, показывает авторам, о чем он говорит и какие основные принципы взаимодействия между журналом и автором в случае выявления таких фактов. Ну и, конечно, авторство статей. Не скопус, это не задача скопуса, скажем так, проверять адекватные указания авторов в списке авторов работы. Это задача редколлегии или, не знаю, рецензентов, которая, если, опять-таки, эта информация им доступна, если у вас одностороннее слепое рецензирование, то как раз в зоне ответственности редколлегии или, скажем так, вспомогательных ресурсов определение, корректного определения авторства. И в случаях, конечно же, если будет выявлено нарушение, если будут выявлены факты, связанные с тем, что это приписанное авторство, это авторство, за которое заплатили журнал, опять-таки, в данном случае журнал, что он делает, отклоняет статью из рассмотрения, а в случае опубликованной статьи, если последствия это было выявлено, и журнал проинформирован о том, что есть сомнения в авторстве, и действительно, если это подтверждается, то, конечно же, журнал, соответствующие, скажем так, меры или, ну, чаще всего это ретрогирование статей. Поэтому, вот несмотря на то, что есть некие зоны ответственности, там, где работает скопус, там, где работает редколлегия, и несмотря на то, что мы, скажем так, не входим в зону ответственности редколлегии, но как-то можем мониторить какие-то вещи, какие-то показатели, например, жалобы, скопус продолжает выявлять, переоценивать и прекращать индексацию изданий, опять-таки, очень низкого качества или хищнических изданий, если становятся известны факты систематических нарушений или факты, подтверждающие очень низкий уровень качества научных публикаций, и при этом издание никак не реагирует на эти факты и не предпринимает никаких усилий под предотвращение таких случаев. То есть в таких случаях журнал, индексация журнала прекращается. Уж извините, что я вас так с самого начала пугаю, но, тем не менее, должна на этом сфокусироваться. Потому что, к сожалению, большому к сожалению, почему-то в академических кругах, я имею в виду академических академий наук, не университетских, иногда становится, скопус становится или используется как синоним мусорных журналов, что таковым не является, конечно же. Скопус шире, чем некоторые другие базы данных. Поэтому, чем больше, чем шире охват, тем больше шансов, скажем так, проявлений, дальнейших проявлений вот такого недоброкачественного поведения. Опять-таки, журналы, которые подаются в скопус с самого начала, никто из них не заявляет о том, что после начала индексации, после принятия они станут хищническими. Или они начнут принимать или увеличить свой портфель в тысячу раз за деньги. Никто об этом из журналов не говорит. Извините, журналы, когда подают свою заявку, их сайты вылизаны, их контент вылизан. Нет ни одного так называемого токсичного автора, который когда-то засветился, или группа авторов, которая засветилась, используя агентство, посредников, оплатив только публикацию, и это публикация, в которой они вообще не принимали никакого участия, кроме как финансового. Поэтому журналы, когда они подаются, если они принимаются, они соответствуют критериям скопус. А вот как дальше они действуют и что с ними происходит, это уже другой вопрос, это другие механизмы, скажем так, отслеживания или мониторинга. Итак, если мы говорим о том, что журнал захотел, или руководство университета захотело, чтобы журналы появились в международных научных базах данных, научного цитирования, то это на самом деле серьезный шаг, и это серьезный выход на большой уровень и соответственно соответствие международным стандартам. Не один раз уже много лет мы показываем на самом деле этот слайд, и здесь нечего поменять, потому что вот эти критерии, они, скажем так, в какой-то степени, то есть они являются критериями для отбора журналов скопус, но они и коррелируются с критериями отбора для других баз данных. Вы знаете шесть вот этих минимальных критериев. Рецидируемый журнал должен быть обязательно, заглавие, информация об авторах, аннотация, ключевые слова должна быть на английском языке, должна быть регулярность издания, должен быть зарегистрирована ССН, при статейной литературе в романском алфавите, декларация должна быть издательской этики, вы видите отдельным прямым блоком вынесено, по-моему, 7 подпунктов касается этого вопроса, когда, точнее, когда эксперты оценивают ваш журнал, они рассматривают именно там отдельные 7 пунктов. Минимальный журнал и издание 2 года соответствующие этим критериям и должен быть веб-сайт на английском языке. И чуть ниже вы видите комплекс или комбинацию 14 количественных и качественных критериев, по которым оценивается ваш журнал как российскими экспертами, так и международной вот этой группой советом Content Selection Advisory Board. Этот совет играет действительно ключевую роль, и здесь вы видите, скажем так, процедуру рассмотрения, подачи и рассмотрения заявки. Желательно, чтобы издатель или редактор подал заявку. Ссылочка на форму представлена, и это, опять-таки, отдельный разговор, как правильно заполнить эту форму, что нужно указывать, чего не стоит указывать, не перегружая, скажем так, информации, лишней информации. Итак, или издатель или редактор подает заявку, наша команда Scopus проверяет журнал на соответствие вот этим минимальным критериям, о которых я сказала, их 6. Если все в порядке, то собирается, скажем так, портфель или портфолио журнала, и это портфолио передается уже на оценку в нашем с вами случае российским экспертам, которые оценивают журнал с точки зрения формальных критериев, и качественных критериев имеется в виду контекст, научное содержание поданного журнала. И уже после того, как наши эксперты вынесли свое решение, вот этот портфолио с решением российских экспертов попадает на оценку вот этому совету по отбору содержания Scopus. Список участников этого совета можно найти на нашем сайте, он в открытом режиме, eliziver.com, и вы можете посмотреть, скажем так, какие люди конкретно отвечают за какие области знаний. По-моему, 17 экспертов, если я не ошибаюсь, по разным, скажем так, с фокусом на разной области знаний. И, соответственно, после того, как эти люди уже за ними в финальное решение, когда они принимают решение, высылается информация уже непосредственно тому человеку, который подавал заявку. На весь этот процесс отводится примерно до года. Итак, напомню, на нашей русскоязычной страничке есть отдельный, скажем так, журнал Scopus, да и, я думаю, те, кто вообще хоть раз задумывался о том, каким критерием должен соответствовать журнал для того, чтобы быть включен в Scopus, вы, наверное, знаете эту страницу. Ольга Евгеньевна, я точно знаю, ведет огромную работу и прекрасно у вас на месте, да, когда консультируют журналы. Тем не менее, мы обновляем эту страничку. То есть здесь вы найдете всю информацию, связанную с процессом подачи журнала, с процессом, в том числе, переоценки журнала, подачи книги. Это намного сложнее и так далее. Все, что связано с отбором контента в Scopus. Ну и буквально два года назад мы запустили вот такой чек-лист, я бы сказала, Ready for Scopus, который доступен, в том числе, на русском языке, сейчас еще и на арабском доступен, на испанском, на португальском, на английском, на русском. То есть такой вспомогательный инструмент, собственно говоря, это те, я бы сказала, 16 блоков, по которым эксперты и наши зарубежные обменивают ваш журнал. И в этом случае мы предлагаем вам зайти на этот сайт и сделать вот такую самооценку. И я всегда предлагаю такую роль, да. Представьте себя на месте зарубежного эксперта или автора, который, по сути дела, ничего не знает особо о вашем журнале, но у него есть только ссылочка на сайт вашего журнала. И попробуйте ответить на вопросы этой анкеты, опираясь как раз на англоязычный сайт вашего журнала. Сможете вы это сделать или нет? Процент готовности, который здесь высвечивается, это чисто формальная вещь. И просто каждый пункт, точнее все пункты этого опросника имеют равный вес, равную долю, поэтому вот это колесико, да, и процент готовности просто дает вам визуальное понимание, насколько вы далеки или близки к критериям скопуса. Каждый журнал, который, вот на сегодняшний день, каждый журнал, который обращается к нам с точки зрения, а посмотрите наш журнал, мы в первую очередь отправляем сюда. Сделайте вот такую самооценку. Как я уже сказала, это по сути дела чек-лист, да. Вот всегда тоже привожу аналогию, когда вы идете подавать документы в посольство, вы знаете, что вам нужно подать. Раз, два, три, четыре, да, там, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот здесь то же самое. Вот эти пункты, которые вы просто, да, нет, таким образом понимаете, где вам нужно еще поработать, где вам нужно какие моменты усилить или куда сфокусироваться, чтобы приблизиться к, по сути дела, стопроцентному соответствию критериям скопус. Тем не менее, кстати, хотел бы сказать или отметить, что даже есть случаи, когда даже при несоблюдении всех формальных критериев, то есть, грубо говоря, там, ну, нету чего-то там, да, что-то не дописано на сайте, не подготовлено. Там, не знаю, в списке редакторов не указаны их места работы, указана просто страна и все на английском языке. Если контент очень ценный, если контент интересен, если контент вписывается вот в эту международную дженду, да, в международный, в международный вот этот научный ландшафт, вас, скорее всего, пропустят. И, как я уже говорила, контент, он превыше всего содержания. Поэтому, чем, я бы сказала, яснее уже, извините за использование такого слова, будет представлен этот контент, чем понятнее, чем привлекательнее он будет, чем больше подчеркивать как раз научную значимость, новизну, интерес, вписываемость в этот научный ландшафт, тем лучше для вашего журнала, тем более высоко он будет оценен с точки зрения как раз контента и его содержания. И при этом могут закрыть глаза на какие-то недоработки формальные, связанные с сайтом журнала или еще с чем-то. Итак, если желание подать журнал «Скопус» еще не пропало, какие чаще всего вопросы я задаю, и на самом деле эти вопросы, они будут касаться тех журналов, которые готовятся в «Скопус». То есть презентация будет, кстати, доступна по окончанию, я ее вышлю, поэтому не стоит сейчас, наверное, там записывать или фотографировать. Это будет такое как бы а-ля домашнее задание. А знаете ли вы свою референсную группу журналов, в которую вы попадете, если журнал будет принят в «Скопус»? Опять-таки референсная группа – это не топовые журналы по вашей тематике, ни в коем случае. Это журналы, которые будут находиться в той же предметной области, подобности, что и вы, но которые будут или выше вас, или чуть ниже вас по журнальным, например, метрикам. Знаете ли вы их тематику? Знаете ли вы их авторов? Знаете ли вы у этих журналов самые цитируемые работы? Насколько вы далеки от этих журналов? Есть ли у вас пересечения по авторам? Что полезного вы можете подчеркнуть для своей редакторской работы? И вообще, что вы, как представители редакции, читаете еще по своей тематике или на кого, на что вы ориентируетесь? Опять-таки, может быть, на каких флагманов в своей научной сфере? Если вы не можете ответить на этот вопрос, может быть, имеет смысл задуматься о том, а кто является суперспециалистом, экспертом вашей предметной подобности. И тогда посмотреть, а где эти люди публикуются, в каких журналах. Таким образом, вы выйдете, скажем так, на флагманские журналы и на саму предметную область. И в ней, опять-таки, может, если у вас полностью тексты на русском языке, в этой предметной подобности вы, соответственно, можете вычленить журналы, которые публикуются не на английском языке, да, полный текст не на английском. И таким образом подобрать себе близкие по вашей тематике журналы, составить список, вот, пятерку, референсную группу, состоящую из пяти журналов, схожих по тематике, интересных, и которые уже индексируются в Скопусе, и, вполне возможно, вы бы хотели заместить, да, эти журналы на их позициях, или вы бы хотели, скажем так, переманить или опубликовать этих авторов, которые публикуются в этих журналах у себя. То есть, на самом деле, всегда должна быть референсная группа. Вы должны постоянно себя, скажем так, понимать, что вы не одни, вы попадаете, что вы попадаете в большой научный ландшафт, и кто в данном случае стоит рядом с вами, с кем вы будете соперничать, за авторов, за цитируемость, за внимание читательской аудитории. Используете ли вы непосредственно Скопус в своей редакторской работе, саму ту базу данных, в которую хотите попасть, есть ли у вас навыки вообще работы с этой базой данных, что вы можете полезного подчеркнуть из нее. Опять-таки, используете ли вы эту базу при, например, оценке или при просмотре списков предстатейной литературы. Очень тоже интересное такое направление, которое может, пусть опосредованно, тем не менее, привлечь внимание и повысить, скажем так, качество, в том числе, публикации и качество отбираемых статей. Каким образом? А используют ли ваши авторы самые цитируемые статьи по той или иной тематике, по сути дела, по которой они пишут? Вообще, и что это за работы? Знаете ли вы их? И вот такое, как бы, действительно, ежедневное использование, я имею в виду ежедневное в плане, как бы, рутинная работа, да, использование этого инструмента приблизит вас, я не могу сказать, что это гарантия, что вы попадете в скокус, но опять-таки, вы станете ближе к культуре, да, вот того, что отбирается, что цитируется, что за эксперты, что за журналы, какие тематики они используют, что очень актуально, что неактуально и так далее. Насколько актуальны профили представителей вашей редколлегии? Как они вообще задействованы в работе? Дело в том, что эти люди – это лицо и авторитет вашего журнала. Об их экспертизе и авторитете будут судить, в первую очередь, по их профессиональной информации, в том числе и по их профилям, как в скопусе, так и, может быть, профилям на страничках университета. Если вы хотите подчеркнуть, скажем так, международную экспертизу, то, конечно же, желательно, чтобы профили этих людей были на английском языке полностью доступны. Я имею в виду, опять-таки, это касается и ваших будущих авторов. В каком смысле? Каким-то образом через тот же Google поисковик какой-то автор выйдет на контент вашего журнала и захочет узнать вообще, что это за журнал. И, конечно же, чем более полно будет написана информация о членах редколлегии, даже полно в том смысле не только незначимая, ну, я имею в виду незначимая информация, а касательно именно профессионализма, то есть информация, которая подчеркивает экспертизу этих членов редколлегии, тем больше доверия будет у читателей и, соответственно, у авторов к этому журналу. Опять-таки, если это не домашний журнал, не местечковый журнал, не журнал для, скажем так, на нашу маленькую компанию. Опять-таки, насколько журнал соответствует критериям Scopus и что надо подправить? Вот все эти вопросы, они в первую очередь относятся к журналам, группе журналов, которые только готовятся к подаче заявки, только собираются подаваться в международные базы данных. И, конечно же, совсем другие задачи и другие интересы у журналов, которые уже подали заявку и которые ожидают решения. И в случае, скажем так, принятия решения, они вынуждены дальше, должны сделать некоторые шаги для того, чтобы индексация началась безболезненно, без задержек. И в данном случае мы говорим как раз и о правильном заполнении заявки и формы. В этом году, насколько я помню, Ольга Владимировна подготовила очень подробные рекомендации, которые мы опубликовали, и я участвовал в подготовке этих рекомендаций. Ольга Владимировна консультировалась по некоторым вопросам по заполнению формы, поэтому вот такой, знаете, как мануал, да, руководство по заполнению, оно есть и оно очень подробное и представлено в открытом совершенно режиме. Продолжительность рассмотрения заявки до 12 месяцев от подтверждения о принятии до появления журнала или контента журнала или карточки журнала в скопу сможет пройти до года. Индексация начинается с года подачи заявки. Очень многие журналы, по которым было принято положительное решение, тут же начинают спрашивать, а можно ли добавить архив. Да, можно, но и это обсуждаемо, но после того, как журнал начал индексироваться и желательно после того, как по журналу появились какие-то первые метрики. И если мы видим, что журнал хорошо цитируется, у него неплохие перспективы на первых годах, да, по первым, скажем так, двум-трём годам публикаций, конечно же, положение, точнее, решение об индексации или добавлении архива в большей степени будет положительным. И главное, чтобы этот архив соответствовал минимальным критериям. Имеется в виду заглавие статей, вот тем самым-самым-самым минимальным критерием заглавия статей, аннотация, ключевые слова на английском языке, фамилия авторов и предстательная литература в транслитерации и аффилиация также указана на английском языке авторов. Передача данных, опять-таки, в каком виде? В XML, через FTP или еще каким-то образом? Или с сайта будут забирать, харвестить? Это тоже вопросы, которые часто задают журналы, которые подали заявку или которые только-только получили решение. С кем вообще разговаривать со стороны команды Scopus об индексации, о непосредственной процедуре индексации, кто является вашим, скажем так, менеджером с той стороны, который отвечает за ваш журнал, за то, чтобы журнал индексировался вовремя. Как заполнять Permission Form? Раньше это называлось Coverage Form, сейчас называется Permission Form. Что указывать? Какой, как мы уже сказали, какой источник для передачи контента выбрать? Вот все эти, на самом деле, вопросы, они касаются уже в большей степени другой группы журналов, которые, как я уже сказала, подали заявку или готовы, и вот сейчас они уже приступили или готовы заполнить форму, и вот этот период от заполнения формы, подачи формы, точнее, заявки до момента начала индексации, вот этот промежуток, он касается, скажем так, как раз отдельной категории журналов, и вы видите, скажем так, какие вопросы чаще всего, точнее, актуальны для этой группы, и, наверное, самый главный вопрос, когда стоит заволноваться, да, вот уже чаще всего там, например, обращаются журналы, прошло 10 месяцев с момента подачи, а статус рассмотрения не сдвинулся ни на шаг, нам стоит волноваться или не стоит волноваться, вообще, когда нам стоит волноваться, вот мы отправили Permission Form, и уже целую неделю не получаем никакого ответа, стоит нам волноваться или нет, то есть на самом деле, что делать, вообще, как заполнить форму, и что делать до момента непосредственного уже появления статей в скопусе. Этот промежуток, как я уже сказала, это отдельная категория журналов интересует, поэтому у нас есть такие, точнее, у нас с вами, да, есть такие журналы, и я бы выделила эти журналы в отдельную группу и в отдельную работу с этими журналами, точнее, отдельную работу с этими журналами. Ну и третья категория журналов – это непосредственно индексация в скопусе, точнее, журналы, которые уже индексируются в скопусе. Напомню, что скопус проводит постоянно мониторинг качества контента, и в каких случаях журнал может попасть на переоценку. До сих пор остаются три основные, скажем так, источника попадания. Первое – это прямое информирование пользователей о нарушениях этики, о, например, приписанное авторство или договорное соавторство, или, несмотря на то, что журнал заявляет, что контент, весь контент рецензируется, какие-то статьи не были прорецензированы, и журнал решил опубликовать эти работы. Кроме того, следующий источник – это выявление журналов по метрикам и критериям. На сегодняшний день мы пока еще один раз в год, по-моему, в апреле, для всех журналов рассчитываем 6 метрик и сравниваем эти показатели со средними по данной предметной подобности. Если журнал, скажем так, проваливает 5 из 6 метрик, журнал попадает на переоценку. Но могу сказать, что вот как раз, скажем так, просчет этих метрик, мы сейчас, команда Скопус пересматривает немножко это направление, и, возможно, количество метрик или вырастет, или, наоборот, сократится, и, возможно, частота расчета будет чаще. Поэтому вот как раз, скажем так, журнальные метрики, то есть мы смотрим, что туда входит. Читаемость журнала, открываемость его аннотации в Скопусе, клики на полный текст, переход на полный текст, по сути дела, желание автора изучить полностью контент, самоцитируемость, ну и ряд других метрик. Как я уже сказала, в данном случае для каждого журнала рассчитываются эти метрики, и они сравниваются со средними значениями по предметной области. Еще третий источник попадания на переоценку – это радар. Это такая автоматическая программа, которая выявляет так называемые аномалии. То есть, например, резкое увеличение числа публикаций в журнале, или числа публикаций авторов из одной страны или из одной организации, или аномально высокое самоцитирование журнала. При этом радар дорабатывается, и с точностью могу сказать, что будут добавлены новые, скажем так, критерии. При этом радар учитывает в том числе и… Помните, были у нас списки Билла, да, такие известные. И хотя Джеффри Билл прекратил, скажем так, введение, дальнейшее введение этих списков, но есть у него последователи, которые в разной степени, скажем так, ведут черные, да, их называют списки. И радар отслеживает, скажем так, такие списки и учитывает упоминаемость журналов в этих списках. И, скажем так, в том числе подсвечивает команде Scopus, если появляются журналы, которые где-то заявились в черных списках и продолжают индексироваться в Scopus. Но в данном случае, как говорится, эти все три источника, это не означает немедленное прекращение индексации. Вот эти три источника, это источники, по которым, на основании которых, причины, скажем так, по которым журнал попадает на переоценку. Что значит переоценка? Это значит, что журнал заново оценивается экспертами Совета по отбору содержания, и именно они принимают решение о прекращении индексации. При этом решение может быть принято в течение полугода. Сейчас, причем в некоторых даже случаях, в случаях нарушения этики, решение может быть принято вообще в течение месяца, после первых, скажем так, зафиксированных фактов или сигналов о нарушениях. Соответственно, результатом решения может быть, решение именно этих экспертов, может быть прекращение индексации издания, и мы ведем такие списки. Не так давно обновился список журналов, индексация которых была прекращена. На прошлой неделе обновился список всех журналов, индексация которых продолжается. При этом чаще всего мы не удаляем проиндексированный контент, но в исключительных случаях, например, контент сложного сайта может быть удален. Поэтому чаще всего контент, уже проиндексированный контент не удаляется, но если это подлог, если это были у нас случаи еще, как бы, с содержанием, скажем так, не просто низкого научного качества, а был выявлен, журнал попал на переоценку, и в последних номерах, точнее за последний год, было выявлено статьи, которые совершенно, как бы, вообще не имеют никакого научного смысла. Соответственно, комитет по отбору содержания, советочный, принял решение об изъятии этого контента из базы данных. Поэтому, скажем так, на сегодняшний день случай, когда авторы говорят, вот вчера была статья в скопус, а сегодня она пропала, может быть, несколько причин. Или это журнал, скажем так, который, индексация которого прекратилась, и это контент или сложного сайта, или очень низкого научного качества, или вторая причина, статьи перезагружаются в систему и еще пока не видны в скопус. То есть бывают случаи, когда мы перезагружаем контент, ранее проиндексированный контент, и он может на какое-то время исчезнуть с, скажем так, с интерфейса, который вы видите как пользователь. Журнал, если он принят в скопус, через какое-то время появляется страничка журнала, при этом чаще всего мы можем увидеть уже непосредственно статьи в скопусе до момента появления странички или карточки журнала. Карточки журнала появляются и обновляются, соответственно, всего лишь два раза в год пока что. Это случается как раз в октябре и в апреле на момент появления списков всех источников, индексируемых в скопус, точнее, не на момент появления, а на момент обновления этих списков. И если в случае, если нужно внести какие-то изменения в информацию об издателе, в предметной области, вы подаете заявку и ждете следующего обновления карточки журнала. Сейчас у нас обновились карточки в октябре, но при этом заявки принимались где-то до 20-х чисел, с сентября только. Соответственно, для апрельского обновления, скорее всего, желательно, чтобы к марту месяцу вы уже отправили информацию в скопус по тем моментам, которые следует, скажем так, поменять в карточке название или, как я уже сказала, издателя или ССН или предметную область. Но, опять-таки, это не просто должно быть ваше личное желание. Эта информация должна быть подтверждена а-ля официальными источниками, что для нас является официальным источником. Веб-сайт журнала, его англоязычная страница и ISSN-центр. Также журналы, которые уже индексируются в скопусе, они могут индексироваться в течение не менее трех лет. Для них уже начинают рассчитывать журнальные метрики. Метрика SGR SNIP рассчитывается на трехлетнем окне, на трехлетнем окне контента. А вот сайт-скор, который раньше тоже рассчитывался на трехлетнем окне, с этого года перешел на четырехлетнее окно. То есть число ссылок на журнал за четыре года делится на число опубликованных статей за последние четыре года. То есть сайт-скор, вы можете увидеть текущий показатель сайт-скор, если журнал уже индексируется в скопусе. Но, скажем так, годовой показатель сайт-скор вы увидите только через четыре года после индексации контента. Даже получается на пятый год. Для, скажем так, как вы видите, одной из причин, как вы видели, одной из причин прекращения, точнее, попадания на переоценку является метрики. Поэтому очень важно журналу, скажем так, не просто попасть в скопус и сложить ручки и тихонечко сидеть. Нет, очень важно журналу двигаться дальше. На самом деле это нормальные здоровые амбиции. Мы не заставляем все журналы, скажем так, рьяно, прямо, или обязывать все журналы обязательно продвигаться наверх. Нет, это, конечно, дело каждого журнала. Но может наступить такой момент, когда ничего не делая, вы окажетесь в самом конце списка в своей предметной области и будете выкинуты как раз по причине тех же самых метрик. Поэтому очень важно понимать для журнала, который уже индексируется в скопусе, ваши текущие позиции в предметной области. Важно понимать, рассчитаны ли показатели или нет, кто перед вами и кто за вами. И очень много других моментов. Какой квартиль входит в ваш журнал по разным метрикам, по сайтскор, по сжар, по снипу. И эту информацию сегодня можно найти по сайтскор в самом скопусе, вот на карточке, в карточке журнала по вот этим процентилям. Процентиль – это относительное положение журнала в данной предметной подобласти. Если журнал соотносится с несколькими предметными подобластями, то, соответственно, вы увидите свое положение в каждой из этих предметных подобластей. Честно вам скажу, ну вот на сегодняшний день, по-моему, уже ограничили указание, да, выбор предметных областей до четырех. И это нормально. Все-таки широкие предметы подобласти, там шесть или восемь, ну это уже такой журнал, знаете, должен быть. Мне кажется, это может себе позволить такой журнал, как Science, Nature, или такой хорошо, то есть вот по всем направлениям наук работать. Ну а на самом деле они, кстати, относятся к категории мультидисциплинарных журналов. Шесть предметных подобластей многовато. Вот максимум четыре, наверное, то самое золотое сейчас хорошее решение, которое пригодно и адекватно на сегодняшний день. Как будет развиваться это направление, я не знаю. Я имею в виду как раз издательская вот деятельность. И что мы увидим потом, ну через несколько лет это будут такие же статьи, как сейчас, или это будут просто highlights, да, статьи с видеорядом. Кто знает, не знаю. Прочат очень разные перспективы. Итак, процентиль – это относительное положение журнала в данной предметной подобласти. Соответственно, квартили – это четверть, да. И вот даже используя эту схему, вы можете понять, в какой квартиль, скажем так, относится у вас журнал. И, конечно же, чем он выше, тем, наверное, более привлекателен он для читателей, для писателей, для будущих авторов. И в случае, если вы решите, например, сделать ротацию в своей редколлегии, изменения всегда должны быть. Хоть какая-то свежая кровь, как говорится, должна приливать для того, чтобы журнал развивался. Это нормальный процесс и жил дальше. Опять-таки, чем выше ваш авторитет, тем более интересен, более привлекателен ваш журнал, и тем более авторитетных авторов и членов редколлегии вы сможете привлечь попозже. Ну, на самом деле, вот такие журналы, которые уже индексируются в скопусе, да, они имеют карточку, они понимают свое, скажем так, относительное положение в своей предметной области, но реально знают ли они все о себе. И если у них стоит, скажем так, поставлена здоровая задача со второго квартеля перейти в первый квартель, то здесь возникает вопрос, а знаете ли вы все вообще о себе, а знаете ли вы географию всех своих авторов, ведете ли вы вообще такую статистику, а знаете ли вы, кто из авторов, которые публикуются в журналах Q1, цитируют статьи вашего журнала, знаете ли вы этих людей, знакомы ли вы с ними, знаете ли вы вообще, в каких журналах Q1 цитируются статьи из вашего, например, журнала Q2. На сегодняшний день с теми инструментами, которые есть у вас, в принципе, вы можете сделать такую аналитику, и группа журналов, которая уже индексируется, я имею в виду журналов RUDN, которые уже индексируются в скопусе, это третья группа журнала, с которыми, наверное, имеет смысл работать отдельно, потому что у этих журналов совсем другие вопросы, чем у журналов, которые только готовятся для вступления в международные базы данных, или которые находятся на промежуточном этапе подачи заявки и ожидания решения, или при положительном решении, скажем так, ожидания индексации. Здесь вы видите вот те вопросы, на которые, наверное, мы сфокусируемся, если вы будете согласны, конечно же, в работе с журналами, которые уже индексируются в скопусе. Корректность карточки журналов. Здесь, кстати, я еще добавила еще один пункт, это актуальность обновления контента в скопусе. Отследите, как быстро появляется содержание вашего журнала в скопусе по сравнению с тем, что появилось, когда этот контент появился на сайте. Знаете ли вы географический состав ваших авторов? Знаете ли вы тематический состав вашего контента? На наших семинарах в университете по Сайвал уже не один год мы говорим о топиках, о проминентных топиках. Вы помните, что топики, по сути дела, это постатейная классификация. То есть что мы сделали? Мы каждые статьи сгруппировали в узкие тематики. И, конечно же, в этом случае получается, что каждая статья, которая появляется в скопусе, она попадает в какую-то из узких тематик. Знаете ли вы, какие статьи попадают в вашего журнала, попадают в какие тематики? Какова актуальность этих статей? А у вашей референсной группы какова актуальность статей? Какие топики? Есть ли какие-то точки соприкосновения? Ваша позиция в предметной подобности? И чье бы место вы хотели бы занять? Каких авторов хотели бы выпубликовать? Какие работы и авторы вашего журнала самые цитируемые? Знаете ли вы это? Какие авторы вас цитируют? В каких топ-журналах вас цитируют? Вот это вопросы, на которые, наверное, мы постараемся ответить в работе с группой журналов, которые уже индексируются в скопусе, чтобы эти вопросы уже стали, скажем так, не были для вас новыми и чем-то неожиданным. Чтобы они стали, вошли, скажем так, в вашу повседневную, я бы сказала, какую-то редакторскую работу или систематическую редакторскую работу. Это как такие, знаете, как точки, референсные точки для оценки гигиены, ну, как говорится, гигиены вообще вашего журнала понимания и периодической оценки ваших планов. Дойдете вы до, соответственно, и планирования, да, где, в каком направлении вы, скажем так, на ближайший квартал или на этот год собираетесь планировать, например, там, сфокусироваться вокруг группы авторов, которые публикуются в журналах Q1 и цитируют вас, и посмотреть, ага, публиковались ли они у вас или нет. Если публиковались, может быть, усилить работу с этими людьми и активизировать, я бы сказала, работу с этими людьми и таким образом больше получать статей в свой журнал от этих ученых. Или, если вы еще не работаете с этими людьми, ну, хотя бы для начала написать им письмо благодарности. Мы связаны с тем, что, уважаемый Эва Рудницкая, благодарим вас за то, что, за внимание к нашему контенту, за внимание к контенту нашему журнала. Мы обратили внимание на то, что в своей статье там-то и там-то вы процитилировали работу, которая была опубликована в нашем журнале, в таком-то номере, в таком-то выпуске. Если вы хотите, мы можем периодически информировать вас о том, о новых научных результатах именно по этой тематике, которая, возможно, вам будет интересна. Ну, вот хотя бы такое благодарственное письмо. Или поздравьте этих людей с наступающим Рождеством или Новым годом. Персональное внимание еще никому не вредило. И здесь уже, скажем так, действует закон о психологии. У вас есть отличная кафедра психологии. Можете поговорить со своими коллегами-специалистами. Персонализированное вот такое обращение, понимание, что это не просто рассылка всем, а это действительно точечное обращение, что вы обратили внимание на этих авторов. Это у вас не поток, а вы заинтересованы в этих авторах, которые цитируют, напомню, они публикуются в журналах Q1, но цитируют статьи из вашего журнала Q, которые относят, например, ко второму квартире или к третьему квартире. Обратите, скажем так, уж зафиксируйте их внимание на вас, на вашем журнале. Помогите им чем-то, опять-таки, если это возможно. Ну, хотя бы там периодическое обновление или уведомление для них о новых статьях по тематике, которую они процитировали, которая была опубликована в вашем журнале. Вот такие аспекты, как проанализировать, как это сделать, как это все поставить на автоматизм и на чем, скажем так, сфокусироваться для своего дальнейшего развития. Вот это, наверное, круг вопросов для обсуждения с группой журналов, которая уже индексируется в Скопусе. Итак, что я предлагаю сделать, поскольку это установочная сессия, и я предлагаю, наверное, сделать в ближайшем это в будущем. Во-первых, если вы согласны, мы разбиваем тогда все ваши журналы на три группы. Первая – это группа, которая только готовится для подачи заявки. И здесь мы, как говорится, будем работать над соответствием журнала критерием Скопуса, критерием отбора. То есть мы пройдемся по всем… Вот на следующем занятии… Извините, но называю это занятие, или давайте… Как консультации можете называть? Можно назвать консультацией. Мы пройдемся подробно по всем критериям Скопуса. Если у вас уже есть какие-то вопросы, пожалуйста, подготовьте их. И по каждому журналу надо будет подумать, чтобы вы озвучили, что вы планируете дальше делать. То есть ваш следующий шаг для того, чтобы приблизиться к моменту подачи заявки. Вторая группа – это журналы, которые уже подали. Заявки или уже готовы, и вот только вот еще не заполнили заявку, но уже готовы. Или которые ожидают решения. Мы с вами посмотрим на статус рассмотрения заявки. Мы пройдемся еще раз быстро по самой заявке и по тем, скажем так, пунктам, которые надо заполнить. Я отвечу на ваши вопросы, если они есть. И, конечно же, вот такая табличка временных ожиданий. Мы по ней пройдемся. Когда надо бить тревогу, когда есть какие-то задержки или, скажем так, каковы следующие шаги после завершения предыдущих этапов. Ну и третья группа журналов – это журналы, которые уже индексируются в скопусе. И, наверное, на этой группе я довольно-таки подробно остановилась. Это самоанализ, как его провести, на что обратить внимание. В первую очередь понять, где вы сейчас. Вторая задача – это поставить реальный план, что вы хотите дальше или куда вы стремитесь дальше. Какой процентиль, какое относительное положение в своей предметной области вы хотите занять. Ну и так далее. Может быть, вы не будете ориентироваться на эти показатели, а сфокусируетесь на авторах, самых авторитетных авторов по предметной области, чтобы их заполучить. То есть вот здесь мы должны, каждый журнал может выбрать, скажем так, свою цель развития или свои приоритеты. Отвечу на ваши вопросы. И, собственно говоря, по результату, мне кажется, следующего такой консультации, каждый журнал должен определиться, что ему надо сделать в следующий, не знаю, месяц или следующий квартал. И дальше будем работать над выполнением поставленных задач и новая консультация. Я думаю, вот список и первая такая же по-групповая встреча с каждой из этих групп, наверное, имеет смысл провести, чтобы не затягивать и не переносить на Новый год. Давайте, знаю, что сейчас конец года, сложное время, опять-таки это мое предложение, давайте, наверное, сориентируемся на а-ля через две, через три недели. Очередная онлайн-встреча, но уже по группам. И я попрошу, наверное, Ольгу Евгеньевну, вы, наверное, поможете, подготовьте, пожалуйста, списки журналов по каждой из групп с контактной информацией заранее. И, опять-таки, в зависимости от объема группы я тогда смогу и выделить нужное время. Если группа, например, там журналов, которые уже подали заявку, она небольшая, то, я думаю, там достаточно будет полтора часа. Если группа довольно-таки большая, группа журналов, которые только готовятся, ну там точно минимум два часа с учетом ответа вопросов. Группа для самоанализа, для тех журналов, которые уже индексируются, там точно не менее полутора часов. Может быть, мы это сделаем одним днем, группа будет друг за другом, или мы разобьем на два дня. То есть это вот мое предложение, моя такая вступительная часть, установочная, скажем так, сессия или установочная конференция, и мое предложение по дальнейшей работе. Коллеги? Далина, если вы не возражаете, я сразу сделаю комментарий по этому адрентизационному моменту, прежде чем перейдем к вопросам, к ответам на вопросы. Значит, что касается деления группы, я прошу и вас, и коллег, вынимать в сведении вот два очень важных нюанса. Я бы не хотела объединять в одну группу заявки и готовых с чем-то подать заявки, которые вот уже вот прям готовы ее заполнить. Почему? Потому что те, кто подал заявки, их у нас сейчас всего три журнала, и они находятся на стадии оценки у предметного эксперта. То есть их нельзя сравнивать с теми, кто вот сейчас будет заполнять. Хорошо, я согласна. Еще один момент. У нас среди тех, кто готовится подать заявки, есть и те, кто уже подавал и получил отрицательный ответ с отложенным сроком повторной подачи. То есть у них немножечко все-таки тоже задачи несколько иные. Ну и все равно это вопрос как бы решения конкретных. Они все-таки перекликаются с задачами журнала, которые только готовятся. Согласна, согласна. Только просто надо иметь в виду, что есть вот такие у кого-то конкретные задачи. Это уже индивидуальный совершенно подход. Собственно говоря, почему я хочу выделить как раз даже, скажем так, вот на следующем мероприятии пройтись по критериям отбора, а дальше уже совсем индивидуально мы бы с вами подготовили вопрос, или вы озвучили вопрос, или те журналы, которые получили отказ, зная, ну подготовьте тогда, скажем так, чтобы вы не искали на этой встрече, а что вам там ответили, в отказе всегда указано почему. Поэтому вот с такими журналами действительно здесь уже фокусировка на этих отказах, на причине отказа и фокусировка на доработке. Поэтому это, конечно, предполагает всю индивидуальную работу, и почему здесь вот для каждой группы стоят вопросы-ответы. Вторая группа, я согласна, Ольга Евгеньевна, логично, скажем так, я тогда, мы можем сместить заполнение формы, вот этот момент, в группу журналов, которые готовятся только к подаче. Не проблема и действительно логично. Ну тогда те, кто ждет, мы с вами, скажем так, быстрее всего пройдет заседание, и я тогда с вами пройдусь очень подробно по шагам и временным рамках ожиданий, и вот тем реперным точкам, когда уже, скажем так, до которых не стоит волноваться, но после которых уже стоит заволноваться и, возможно, напомнить о себе. Да, Ольга Евгеньевна, может быть, коллеги, может быть, тогда Ольга Евгеньевна, если… Давайте так, я вижу, просто есть уже пара вопросов в чате, я их вслух озвучиваю, а дальше по принципу поднятой ладошки будем действовать. Да, Татьяна Викторовна, я вас вижу, сейчас одну секундочку, я только из чата задам вопрос. Задаются вопросы серии «Политология», посмотреть, как журнал цитируется с учетом того, что он еще в скопус не входит, вот на этот вопрос. А организационно это мы потом, Дарья Борисовна, с вами обсудим, что касается вот участия в какой группе обсуждения, консультаций. Итак, по вопросу, как посмотреть цитирование журнала, который еще не индексируется. Коллеги, очень много материалов на эту тему, и давайте этот вопрос я освещу как раз на следующей сессии. Если есть желание, я… Давайте я тогда себе запишу. Я по этому вопросу пришлю вам два или три слайда в дополнение, вот как бы здесь добавлю в свои презентации, ой, извините, доп. материалы назову это. И чтобы уже, скажем так, хоть что-то было, напомню вам. Но в принципе предполагается в работе с группой, которая готовится, как раз освещение и этих вопросов. Как посмотреть, как цитируется журнал. Это один из вопросов, цитируемый журнал, да, связан с оценкой журнала. Поэтому мы его пройдем, мы подробно этот вопрос осветим в работе с группой журналов, которые готовятся для индексации. Татьяна Викторовна, пожалуйста, ваши вопросы. И я не хочу, чтобы готовиться. Галина Петровна, добрый день. Прежде всего, большое спасибо вам за вашу, как всегда, очень интересную и полезную информацию. И спасибо за готовность работать с нами и помогать дальше. У меня по ходу вашего выступления много вопросов, но пока только один. Вот вы сказали самоцитируемость, да, я понимаю, что это очень важно. Помогли бы вы уточнить, вот, например, нам присылают статьи из-за рубежа, и в них цитируются три, иногда пять раз на журнал. Это считается нормальным или это уже самоцитирование будет с нашей точки зрения? И второй вопрос параллельный. Вот если, например, я сама пишу статью в журнал Q1 и цитирую авторов нашего журнала пять или даже восемь раз, но не потому, что я привязываю лишь бы кого, а у нас были спецвыпуски по данной теме, это действительно очень известные в мировом плане авторы. И, конечно, мне хочется процитировать работу именно с нашего журнала. Вот какое-то допустимое количество, как-то это будет реагировать на репутацию нашего журнала или нет. Спасибо большое. Спасибо вам большое за вопрос. Очень люблю эти вопросы, связанные, а сколько можно? Где тут параллель? А сколько считается разумно допустимо, чтобы не перегнуть палку? Разумно допустимо – это не превышать показатели средней по предметной области. Поэтому, почему я всегда и говорю, сравнивайте себя с референсной группой. Вот будет у вас… Давайте к следующему занятию, точнее встрече. Вы определитесь со списком журналов референсных для вас по вашей предметной области. Пятерка или десятка. И я вам покажу, как мы можем в том же Скопусе или в Сайвале посмотреть цитируемость журнала без самоцитирования, или какой уровень у них с самоцитированием, и вы тогда поймете, насколько вы попадаете или нет. Потому что на самом деле в той же математике, в гуманитарных науках, в психологии, в специалисты, в той же философии, да, самоцитирование, точнее доля самоцитирования довольно-таки высокая. Потому что специалисты фокусируются на какой-то своей узкой тематике и продолжают ее, и очень часто ссылаются на себя или на узкопрофильные журналы. Это нормально. Например, 70% самоцитирования в некоторых областях и журналах – это нормально. В других областях это ненормально, даже там 15%. Все зависит от предметной области. Поэтому как определить? Вот первый шаг – определите свою референсную группу, как я уже сказала, 5-10 журналов. И мы смотрим по ней, а как они цитируют себя, свой журнал, и таким образом мы можем вычленить как раз вот этот average, да, значение, среднее значение самоцитирования журнала. И, соответственно, понять, мы соответствуем этим трендам или нет. Хорошо, поняла. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Здравствуйте, Галина Петровна. У меня вопрос как у человека, который сам пишет статью, как автор статьи. К сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией. Сейчас в Копосе единичные журналы по такой тематике, как русский язык. И, к сожалению, когда отправляешь статью как автор в наш российский журнал, который вошел в Копос, ответа нет. Вот мы отправили статью с коллегой в журнал. Куда бы мы ни писали, что бы мы ни делали, вообще никакого ответа. Дошла статья, не дошла. То есть полная тишина и задвение. Что посоветуете в данной ситуации? Наши российские журналы так себя ведут. Это плохое поведение, я бы сказала. Что делать? Написать им, что мы отзываем свою статью? Вот, честно говоря, вначале они вышли на связь, потом вообще пропали, потому что ни рецензии, ни откажем, вообще ничего нет. Скажите, пожалуйста, а у журналы на сайте указано для авторов, в информации для авторов вообще срок рассмотрения примерный? Нет, у них там ничего не указано. В общем, как-то они так работают непонятно. Они вошли в Копос, ну, где-то, может быть, полгода, год назад. Вот мой личный совет, конечно, вам решать. Если такая ситуация, то посмотрите альтернативный журнал для подачи заявки, и как только вы подберете подходящий журнал, ну, хотя бы два или три журнала еще подходящие, отзовите статью. Спасибо. 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 К сожалению, в Копосе они находятся. Жалко, очень жалко. В данном случае, вы знаете, мы же не знаем, в чем причина. Это, ну, это, я бы, знаете, что сказать? Я бы сказала, что это не причина, почему журнал должен быть исключен или прекращена индексация, потому что может быть всякое. Журнал должны, вы прекрасно, как представители редколлегии, вы понимаете, журнал должен на что-то жить. Кто-то должен платить деньги, особенно редколлегии, которые, ну, для вас это жизнь, да? Это ваша основная, по сути. Ну, они, по крайней мере, хоть что-то могут ответить, что журнал на рассмотрении, там еще. Здесь вообще полная тишина. Ну, может быть, какие-то есть причины, мы же о них не знаем, почему. Ну, вот если молчат, если вы не хотите ждать, подберите другой журнал и отзовите свою статью. Спасибо. Коллеги, поднятых ладошек больше не вижу. В чате есть еще один вопрос по поводу уточнения, что такое референсная группа, выделяется в пределах именно базы данных Скопус или в каких-то ресурсах еще. Ну, возможно, нуждаются в ответе на этот вопрос. Ну, да, да, да. Спасибо, Ольга Евгеньевна, спасибо, коллеги, что еще раз задали этот вопрос. Мы в данном контексте, в данном случае, мы говорим с вами о как раз международной базе данных. Если вы готовитесь или уже индексируетесь в базе данных Скопус или готовитесь только, то в данном случае мы говорим о референсной группе на основе базы данных Скопус. Если вы стремитесь или в другую базу данных, то, соответственно, подготовьте или посмотрите референсную группу по этой базе данных. Здесь зависит от контекста. В нашем с вами конкретном случае мы все-таки говорим о Скопусе и о подготовке заявки и подаче ее в Скопус и дальнейшей индексации журнала в Скопусе. Поэтому и референсная группа на основании журналов, которые входят уже в Скопус. Я бы, с вашего позволения, только добавила, что, конечно же, очень много общего в критериях международных баз данных научного цитирования. Готовка с помощью наших коллег из Эльзивир Скопус вовсе не повредит движению и в остальных. Вебовсайенс, пожалуйста. Почему я и назвала, на самом деле, международные научные базы данных, потому что критерии очень совпадают. И, как Ольга Евгеньевна, правильно сказала, подготовка по этим критериям вам точно не повредит, никак не помешает или они не противоречат критериям других международных баз данных. Это такие, знаете, как бы, такие серьезные международные стандарты. Татьяна Викторовна, у вас еще есть вопрос или вы забыли опустить ладошку? Нет, нет, спасибо. Я просто перестала, я забыла опустить. Ну, тогда я пока не вижу больше вопросов, в чате не вижу, поэтому... Если нет тоже поднятых рук, то, наверное, я думаю, что Галина Петровна заключение сделает для сегодняшней встречи. А, пардон, вопрос. Смирнова Евгения Алексеевна, пожалуйста. Евгения Алексеевна, была поднята рука. Прошу прощения, не включил мой микрофон. В ходе нашего обсуждения был поднят вопрос о том, что есть журналы, которые находятся в базах данных, да, и насколько быстро появляются наши журналы в них. Вот сейчас я посмотрела, в скопусе опубликованы только первые номера за этот год. То есть и вторых, и третьих номеров в базе данных нет. Как решается этот вопрос? Вот мы давайте с вами тогда наши следующие встречи и осветим этот вопрос, чтобы заранее не забегать. Потому что я вам расскажу процедуру, какие варианты есть, как собирается контент. Понимая всю эту структуру, вы будете понимать, сколько ждать, скажем так. А когда уже бить тревогой? Если бить, то, соответственно, кому писать и как писать. Поэтому давайте ответ, более подробный ответ я оставлю на потом, потому что... Ну, а кратко отвечу так. В принципе, самый минимальный срок вот этого разрыва между появлением контента на сайте и появлением контента в скопусе – это самый минимальный – две недели. Причем чаще всего это касается непосредственно наших собственных журналов, которые публикуются на платформе Science Direct. Вот они чаще всего, потому что форматы совпадают, системы, по сути дела, интегрированы. Ну, причем, ну, это не значит, что вот журнал на сайте появился, он тут же там появился в скопусе. Нет, за скопусом, за той картинкой, которую мы с вами видим, стоит, ух, несколько серьезных систем. И это, скажем так, вообще отдельное государство, я бы сказала. Поэтому для других журналов, в которых контент хорошо подготовлен, правильно у нас стоят алерты, и в зависимости от того, какой источник для контента выбран, когда заполнена Permission Form, вот продолжительность индексации или появления в скопусе может варьироваться от месяца до полугода. Поэтому подробнее об этом на нашей встрече с журналами, которые уже индексируются в скопусе. Хорошо? Мы поговорим. Я прошу прощения, тогда, а тогда насколько объективны показания сайт Скоро и прочего, если они индексируются там через полгода, а еще через полгода вообще закрытие, ну, как бы всех показателей, да? То есть последний номер может даже не выйти в скопусе, а его уже, как бы, его считают в статистику. Правильно я понимаю? Нет. Неправильно. В скопусе вы видите статистику и данные по тому контенту, который есть в скопусе. По поводу сайт Скоро. Сайт Скоро, вот эти метрики ежегодные, они рассчитываются один раз в год, где-то в июне месяце, по показателям за предыдущие три или четыре года. То есть сайт Скоро, например, или СНИП 2019, он появился в июне 2020 года на основе расчета данных. Соответственно, цитируемость 2019 года, это если касается СНИПа и СНИПа, делится на число опубликованных документов за три предыдущих года. Соответственно, 2020 год здесь вообще даже не берется во внимание. И почему расчет идет в середине года? Потому что к этому моменту большинство контента как раз появляется в скопусе. Поэтому, по идее, для расчета метрики Сайт Скоро, или СНИП, желательно, конечно, чтобы к апрелю месяцу, даже к марту, весь ваш контент за предыдущий год уже был в скопусе. И что касается текущего Сайт Скоро трекер, то это вообще временный, скажем так, расчет, и он показывает, ну, знаете, как вот градусник вы приложили и смотрите, он показывает текущее ваше состояние, как бы прогресс движения. И он обновляется вообще раз в месяц по тому контенту, который на сегодняшний день есть в скопусе. Я поняла. Спасибо большое, да, я поняла. Спасибо еще раз. Спасибо, спасибо. Тогда подробнее о, скажем так, процедуре индексации мы с вами поговорим на нашем занятии следующем. Хорошо. И что делать, и когда бить тревогу? Коллеги, еще есть вопросы? Я ладошек не вижу. Спасибо. Ну, наверное, тогда заключительная часть. Коллеги, еще один момент. Ольга Евгеньевна, прежде чем вы закроете, да, я думаю, что вы открывали, и логичнее будет, если вы закроете. Я просто, может быть, со своей стороны суммирую. Я тогда добавлю пару слайдов в отношении, вот к этой презентации, пару слайдов в отношении как раз, как посмотреть, как цитируется сегодня журнал в скопусе, который еще не индексируется в скопусе. Это определенный поисковый запрос. Я добавлю сюда. И прошу вас, если у вас есть такая возможность, желание, здесь вот под словом спасибо я прикрепила ссылочку на опросник. Мои коллеги из Элизевира всегда, даже в последнее время, просят наших пользователей, все-таки я не просто о журналах буду говорить, а в том числе и о том, как можно использовать эти системы, которые есть у вас в доступе для продвижения, для, скажем так, успешного и более эффективного, да, планирования продвижения журналов. Если у вас есть, будет желание и время, там буквально четыре вопроса, загляните и дайте, пожалуйста, ответы. Вот, это моя просьба. И, собственно говоря, Ольга Евгеньевна тогда заключительные слова. Уважаемые коллеги, спасибо вам за участие в сегодняшней встрече. Вы план дальнейших действий примерно уже понимаете. Готовлю списки групп журналов. Группы понятны, они связаны именно со статусом, да, по отношению к подаче заявки. Вот, учту тут некоторые индивидуальные пожелания отнесения к группе. Вас прошу, в свою очередь, подготовить, то, что Галина Петровна попросила, подготовить, свести вопросы свои, касающиеся вашего журнала, вашего статуса и так далее. Подготовить еще, ну, у вас у всех есть план развития журнала. У журналов, которые готовятся к подаче заявки только, вам уже даже утвержден приказом ректора. У остальных журналов сейчас они в статусе таких пока, ну, рабочих документов. Я думаю, что обязательно нужно будет вместе с вопросами направить. Ровно при наличии у нее, конечно, времени для подобного анализа, могла хотя бы бегло просмотреть. Понимаете, вот ваше представление, как вы выстраиваете свою деятельность. Вот для той консультации уже по группам. Я бы сказала, может быть, даже для стадии уже индивидуальной консультации, которая потом плавно вытечет из групповой. Наверное, вот так. Да, 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 да. На самом деле, даже, знаете что, даже я бы поточнее сказала, вот для нашей следующей встречи подумайте, над чем вы планируете поработать в ближайшее время. То есть ваши следующие шаги по продвижению в соответствии с вашим планом. Или если у вас нету плана вообще из того, что вы услышали, в какой группе вы относитесь, что вы ставите следующим, скажем так, в следующей стадии, или следующей задачи, которую вы хотите достичь. Вот. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Это вот мое маленькое дополнение. Это к следующей встрече. Ну, предупрежу, коллег, что буду, наверное, все-таки планировать, так сказать, первую консультацию именно для тех журналов, которые вот-вот должны подать заявки. И для тех журналов, которые у нас в течение... Один журнал, даже полтора года, ждет ответа экспертизы Скопос. Вот. А потом пойдут следующие. Что касается журналов... Да, я вижу вопрос. Я сейчас... Подождите минуточку, Львас Исмаилович. Что касается журналов, индексируемых уже. Ну, я думаю, здесь вообще, в принципе, будет индивидуальный формат, потому что они все-таки из разных тематических областей. У них у каждого все-таки своя судьба. Поэтому, ну, мы посмотрим там, как правильно... Какие-то есть вопросы общие, но дальше, да, действительно, мы посмотрим. Да. Вот. Галина Петровна, вот здесь подняла руку, или вас прошли, или это серия медицина? Да, да, да. Добрый день. Большое спасибо за прекрасную презентацию. Можно вас попросить переслать на вашу презентацию? Обязательно. Я, наверное, это сделаю через Ольгу Евгеньевну. Я ей вышлю презентацию. Это нам очень поможет. Да, да, да. Обязательно. Спасибо большое. Мы это сделаем. Спасибо большое. Вам спасибо. Коллеги, насколько я понимаю, ну, наши организаторы, коллеги из научных систем, включали запись происходящего мероприятия. Поэтому, скорее всего, мы... Я не очень понимаю технологии этого дела. Но, наверное, можно будет вернуться и эту запись просмотреть для желающих. Ольга, видите, запись будет доступна в чате, когда мы ее остановим, и она загрузится. Вот. Всем понятно, да, в этом смысле, что и как? Вот прям в этом чате, да. Ну, вот и переслать по-на почту. Обязательно. Это будет обязательно сделано, безусловно. Я получаю всем рассылаю, как обычно. Как обычно, без исключений. Ну, на этом разрешите поблагодарить Галину Петровну. Да, спасибо. До следующей встречи, да. А я жду материалы. Я думаю, что все наиболее оперативно. Все коллеги пришлют материалы для того, чтобы я своевременно не хотела отрисовать. Да, да. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо, хорошего дня и на связи. Начинаем работать. Всего доброго. Спасибо большое. Да, и с наступающим завтра праздником. Вот, хорошего отдыха. Завтра живешь. Родной. Всего не забыли. Ваш телефон и адрес, и телефон переслать. Можно? Я оставлю в презентации. Включу это, хорошо? Да, спасибо. Договорились. Все. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Продолжение следует.